Отгремели последние звонки, совсем немного, школьники сдадут единые госэкзамены и начнется горячая пора в вузах. Какую профессию выбрать, чтобы образование было не просто высшим, но и полезным? Говорим сегодня с ректором Алтайского аграрного университета Николаем Колпаковым. Николай Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, прежде всего, пожалуйста, когда стартует приемная кампания? В приемной кампании стартует в июне. Мы готовы принимать студентов уже в начале июня месяца. А какие-то новые направления? Что вы предложите студентам? Или все-таки у вас стандартный определенный набор, потому как все-таки вуз такой направленный, узконаправленный, сельскохозяйственный? Или все же есть новинки в этом году? Я хотел бы вас поправить, что мы не узконаправленный сельскохозяйственный вуз, а именно аграрный вуз, работающий не только для сферы сельского хозяйства, но и для целого ряда отраслей агропромышленного комплекса. И не только. Мы затрагиваем не только производство, но и переработку продукции. Наши факультеты готовят выпускников для работы в снабженческих, ремонтных компаниях, сервисных службах. Мы готовим своих выпускников для работы с земельными ресурсами, с водными ресурсами, с лесными ресурсами. То есть это далеко выходит за рамки сельского хозяйства в узком его понимании. И говоря о наших выпускниках, немножко, может быть, опережая даже вопрос, хотелось бы сказать, что наши выпускники имеют возможность трудоустройства не только в селах, но и в городах больших и малых. Потому что предприятия, компании, которые их с радостью трудоустраивают, расположены совершенно в разных местах. Мы вернемся обязательно к вопросу о том, кто у вас учится и кто, может быть, даже поговорим о том, известные какие-то люди в Алтайском крае. Мне бы хотелось услышать ответ на такой вопрос. Какие направления самые востребованные у выпускников школ? Что вы предложите в этом году, быть может, нового? Говоря о востребованности профессии, наверное, сегодняшние выпускники смотрят на свою дальнейшую судьбу уже с достаточно прагматичным взглядом. Гарантии трудоустройства, перспективы карьерного роста. Вообще, эта сфера деятельности сиюминутная или все-таки она рассчитана на долгий-долгий период? И вот в этой части я хотел бы сказать, что мы готовим своих выпускников именно конкретно для реального сектора экономики в большей части направления подготовки, которые будут востребованы, как вы сами понимаете, всегда. Потому что обеспечение населения продуктами питания, качественными продуктами питания, экологически чистыми продуктами питания, чему особенно больше внимания уделяется в последнее время, будет всегда на повестке дня. Какие специальности набирают больше всего? Конкурс на каких специальностях? Конкурс на специальности, безусловно, по годам варьирует. То есть и приоритеты, и интересы. Сегодня в наибольшем приоритете у нас такие направления подготовки и специальности, как ветеринария, землеустройство и кадастры, сфера переработки. Николай Анатольевич, а сколько бюджетных мест? И какова у вас эта градация между платными и бюджетными местами? Традиционно мы имеем более тысячи бюджетных мест по приему в ВУЗ. В 2019 году 1035 бюджетных мест, из них 710 мест на очную форму обучения. Практически по всем направлениям подготовки мы имеем бюджетные места. Причем даем возможность поступить за счет государственных средств, как на программу бакалавриата, так и программу магистратуры, так и программу специалитета. А вот что касается целевых мест, естественно, эта технология у вас используется, безусловно. Насколько она работает? В этом году произошли изменения в порядке целевого приема. И самое, может, главное изменение, то, что предприятия все еще могут подобрать себе будущих специалистов и направить их на обучение в ВУЗ. А вот вообще в целом вы оцениваете ситуацию? Куда устраиваются работать ваши выпускники? Идут ли они по специальности? Или они просто получают высшее образование, как бывало не раз, да? И идут совершенно в другое направление какое-то? Вы знаете, конечно, законодательство подразумевает, что каждый волен распорядиться своим дипломом, своими знаниями. И в этой ситуации, наверное, немаловажна роль и государства. Какие условия предлагаются нашему выпускнику с точки зрения заинтриговать его, заинтересовать не только на пороге выпуска, не только уже при получении диплома. Это уже крайняя точка. Но, наверное, крайне важно и смотивировать школьников, сегодняшних выпускников школ, в выборе будущей профессии. И вот в этой части я хотел бы сказать самое главное, наверное, что в рамках государства, в рамках Алтайского края с каждым годом уделяется все больше и больше внимания агропромышленному сектору. Причем речь идет не только о каком-то прямых таких финансовых или материальных вливаниях, направленных на трудоустройство. Но самое главное, нужно решить проблематику социальной обеспеченности, защищенности и обустроенности сельских территорий. В рамках программы, государственной программы развития сельских территорий в Алтайском крае, предусмотренном в 2019 году, освоить без малого 2 миллиарда рублей. Водержку сельского хозяйства, да? Сельских территорий. Понимаете, сельское хозяйство это производство. Мы сейчас ведем речь о сельских территориях. Это села, это дороги, это водопроводы, это коммуникации, которые крайне необходимы для строительства жилья. Например, в этой программе отдельно выделено более 800 миллионов рублей, 832 миллиона рублей на приобретение и строительство жилья для молодых специалистов. А вот выпускники, скажем, сельскохозяйственного вуза воспользовались хоть когда-то этой поддержкой? Кому-то конкретно она уже помогла или все-таки это цифры-цифры, а практика отдельная или нет? Наши выпускники получают поддержку не только на приобретение и строительство жилья. Они получают одномоментную безвозмездную помощь в пределах, в объеме точнее, в точно 300 тысяч рублей, уже два года как изменили эту цифру, на обустройство. То есть приезжая на работу, устраиваясь в сельскую местность, он получает 300 тысяч рублей от бюджета Алтайского края. И если говорить о цифрах, воспользовались, не воспользовались. За пять лет, если память не изменяет, в этой программе поучаствовало более 350 человек. Из них порядка 220 человек – это выпускники нашего вуза. Это две трети, да? Это две трети, это реально. То есть одни основные получатели. Вторая часть – это, конечно, выпускники СУЗов, средних специальных учебных заведений. Какие сейчас специальности, специалисты требуются агропромышленному комплексу Алтайского края? Говоря о перспективах развития рынка труда именно в сфере агропромышленного комплекса, давайте смотреть на развитие. Давайте смотреть на развитие новой технологической революции. Мы много слышим о цифровой экономике, о цифровом сельском хозяйстве, о точном земледелии. Самое главное, надо понять, что это не просто слова, это уже конкретные примеры на территории Алтайского края. Это конкретные предприятия, не маленькие, которые уже осваивают эти технологии, внедряют эти технологии, получают очень хорошие результаты. Это дает возможность не только увеличить производительность труда, это повышает привлекательность труда специалиста. И наш выпускник, инженер, агроном на выходе уже сегодня должен владеть такими технологиями. А владеет сейчас уже, дает ему эти... Чтобы это реализовать, вот с полной уверенностью на 100%, мы прикладываем все усилия в этом направлении. Что удалось сделать в 2018 год? Открытие учебного центра Алтайского кластера сельскохозяйственного машиностроения. Благодаря поддержке, благодаря непосредственному участию наших предприятий алтайских, сельхозтехники, по производству сельскохозяйственной техники, мы имеем современный класс с образцами производимой современной техники, востребованной и работающей на полях. Сотрудничество с фирмой Амазоны позволило нам открыть класс точного земледелия, где студенты с большим интересом проходят обучение на реальных образцах техник, которые уже работают в хозяйствах. И завтра мы рассчитываем, что они будут распространены, эти образцы техники, эти технологии, в большей части территории Алтайского края и, конечно, предприятий. Бывает же часто так, что приходит студент, готовый студент, уже пятикурсник, например, а на практике есть очень много вопросов, когда теория и практика не совпадают. Что касается цифровых технологий, сразу ли ваш студент может сесть за новый комбайн, к примеру, да я сейчас утрирую, безусловно, и начать на нем работу? То есть как долго, как много времени ему потребуется на то, чтобы адаптироваться к новым условиям? Вопрос адаптации, это, безусловно, адаптации персональные. У кого-то это получается быстрее, у кого-то этот процесс затягивается на большее время. Самое главное – иметь возможности, иметь желание для такой адаптации. С нашей точки зрения мы для сокращения этих периодов организуем практику, производственную практику студентов на предприятиях, где внедрены все эти технологии, чтобы студент еще в стенах вуза, но на производственной практике, на площадке предприятия, уже привыкал, осваивал и технику, и технологии. И при получении диплома, придя в роли специалистов в хозяйство, он уже с ними был на «ты». Возможность такая существует. Площадки для прохождения практики существуют в современных хозяйствах. Вуз заключает достаточно большое количество договоров с этими предприятиями на создание баз практик. И сегодня такие примеры мы имеем по каждому из наших факультетов. Ростками, такими флагманами этого направления, конечно же, можно назвать хозяйство Михайловского района, Зонального района. И в сфере животноводства, например, нам сегодня очень помогает сотрудничество с известной в России фирмой «Эконива», которая заходит на площадку Алтайского края и в 2019 году строит современный крупный молочный животноводческий комплекс. Наши студенты уже с прошлого года проходят там практику. Самые хорошие отзывы и потребность в наших студентах в течение года постоянно подтверждается заявками от предприятия. Если говорить о программе «Максимум», на ваш взгляд, когда можно и как устранить дефицит кадров в области АПК? Ну, надо понимать, что это не сиюминутное решение будет, потому что программа дефицита кадров по агропромышленному комплексу сегодня реально существует. И она будет решаться на протяжении ближайших пяти лет. Что вот эта ротация, плановая замена и увеличение, она будет проходить пять, может быть, даже семь лет. Потому что мы должны решать этот вопрос, начиная с профильной, адресной, профориентационной работы на уровне школ, на уровне старшеклассников школ. Согласитесь, чтобы с сознания человека... То есть работа уже там начинает, да? Уже в школе? Работа должна начинаться там, и она ведется, такая работа. Мы на протяжении ряда лет ведем агроклассы, как очные, так и заочные. Мы приглашаем школьников с разных и отдаленных районов к себе, в стены. Мы проводим период каникул. Это районы, да? Не города? Или в городах тоже? Вот с районами мы работаем по принципу заочного агрокласса, дальние районы. Мы приглашаем к ним два раза в году на период осенних и весенних каникул. Проживают школьники в наших общежитиях. Первый полный день – это занятия по школьному курсу в рамках ЕГЭТа. Такое репетиторство, это такое освоение. Вторая часть дня – это знакомство с вузом, знакомство с студенческой жизнью. Наши студенты, волонтеры привлекают школьников во все мероприятия. Спортивные, творческие, научные, общественные. То есть вот эта вот жизнь, она вовлекает школьников, уже студенческая жизнь втягивает. Отслеживаете, как много школьников остается в профессии? Тех, кто обучался у нас в агроклассах, порядка 80% становятся студентами нашего вуза. То есть это работа-то вообще у вас на пятерку? Ну, на 100% конечно это нельзя сказать. Разные ситуации, у кого-то ЕГЭ подводят, честно скажу, у кого-то там ориентиры поменялись, какие-то другие события. Но 80% я считаю очень неплохой результат. Но это мотивирует, это самое главное. Мы сами узнаем интересы школьников и понимаем, как с ними надо себя вести, как их совлечь. Как им показать завтрашний день их профессии и возможности вуза. Современные лаборатории, возможность работы практически руками. И получение результата, ну, своими глазами. Николай Анатольевич, вы назвали цифру 5-7 лет. Вот в рамках Алтайского края, в масштабах Алтайского края, это не такой долгий срок, 5 лет, чтобы исключить дефицит в сельском хозяйстве. На ваш взгляд, какая поддержка потребовалась бы со стороны государства, чтобы это действительно реализовать? От поддержки государства, увеличения финансирования, образования и в том числе агропромышленного комплекса, подготовки специалистов, агропромышленного комплекса, никто никогда не отказывается. Здесь нужна, в первую очередь, поддержка государства, которая проявляется в социальной обустроенности села. Вот на сегодняшний день это одно из самых ключевых больных мест. Потому что человек все-таки хочет не только работать, получать высокую зарплату, но и иметь социально обустроенную инфраструктуру. Иметь добротное жилье, благоустроенную квартиру, иметь сферу социальных услуг, это и магазины, это и медицинское обслуживание, это и объекты культурного досуга, безусловно, школы. Вот все это в комплексе требует серьезных финансовых вложений, и я уже сегодня называл сумму, которая в 2019 году в крае будет реализована из разных источников, из разных бюджетов, около 2 миллиардов рублей. Вот последние годы это доказано то, что внимание государства к сектору агропромышленного комплекса, к селу увеличивается. И увеличивается не на словах, а на делах рублями, увеличением финансирования. И еще бы я хотел бы добавить, что вот компания 2019 года отличается от предыдущих у нас тем, что мы открываем в этом году набор на две новых образовательных программы. Это бакалавриат гидромелиорации, направление гидромелиорации, программа мелиорации «Земель», она существует, она принята, вопрос финансирования идет. Наша задача к моменту старта и финансового обеспечения этой программы полномасштабно иметь кадр. А вторая программа это следующая ступенька, следующий уровень выпускников, которые мы готовим, магистратура по направлению лесное дело. Лесное дело в наших стенах относительно молодое направление, ну как относительно молодое, оно реализуется уже 20 лет, но мы сегодня уже готовим следующий уровень, более высокий, это уровень магистратуры. Востребованность в таком уровне очень высокая. Спасибо, Николай Анатольевич. Мы сегодня беседовали с ректором университета Николаем Колпаковым. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин